Но тем лучше для жителей тех домов, где сейчас идет ремонт кровли. К счастью, один из таких все-таки на этой неделе был завершен. Тульские горелки, улица Большая, дом 8. Этот адрес, думаю, подрядчики, выполняющие там работы по капремонту, запомнят надолго. Наша съемочная группа, начиная с июня, рассказывает про этот дом, жильцы которого оказались беззащитны перед ливнями из-за затянувшейся смены кровли. Обрели массу проблем из-за испорченного личного имущества, попавшего под струи текущей сверху воды. Неизвестно, сколько бы все это продолжалось, если бы сюда не нагрянул глава региона. Без крыши все равно, что на улице. Два месяца жили тулики в старенькой двухэтажке в горелках. В первый раз героями нашего сюжета мы встретились, когда им приходилось выносить по 8 ведер воды каждый дождь. Горели люстры, телевизоры, замыкала проводка. Не найдя ответа у подрядчиков и местной администрации, жители обратились к главе региона. И Алексей Дюмин приехал с неожиданной проверкой. Заодно и смущенные чиновники коммунальной сферы, которые, слушая замечания в жесткой форме, даже уже не оправдывались. Я знаю, что здесь буханы деньги, но я не вижу, что здесь идет компремонт. Я не вижу, что здесь компремонт. Это имитация ремонта. Сейчас бы не было прессы, я бы назвал это по-другому. Как именно, вероятно, пояснил наедине. После чего чиновники сразу определились со сроками. До 20 июня закончат с крышей, до 6 августа с отоплением. Глава региона обещал проверить, если что, принять меры. И оказалось, справиться можно было даже раньше при таком-то стимуле. На данный момент закончились работы по кровле, по работе по фасаду. Система отопления опрессована и готова принять теплового носителя. Одно дело на бумаге, другое на потолке. Дождливая неделя как раз и стала проверкой, не пошла ли скорость в ущерб качеству. Когда пришел, раскрыли, текло. А сейчас нет, вчера вот нет. Ну, у них тоже было вроде не текло. Сейчас уже ничего вас не беспокоит, да? Беспокоит. Заделать. Ну, сказали придумать. Вот сижу, что ли? У большинства жильцов второго этажа, принимающего на себя удар стихии, теперь, когда крышу окончательно подлатали, потолок течь перестал. Виктору Добровольскому не повезло. Вчера была гроза, и опять вода вся, козырек-то не сделали. И опять вода все через наше, как бы сказать, окно. Окна старые. Вот опять пошла вся в квартиру. Вот пришлось там немножко их потревожить. Они пришли, сказали, что не сделали. Но сегодня они сделали. Пока примонт у подрядчики свои обязательства выполнили. Осталось, правда, устранить последствия потопа. Пятой квартире досталось больше, чем остальным в одной из комнат. Жители до сих пор даже не заходят. Потолок тут настолько провис, что грозит обвалиться. Именно сюда Алексей Дюмин заходил посмотреть на полностью осыпавшуюся стену и часть потолка. Жители завалы разобрали, а вот подрядчики пока работ не начали, только присматриваются. Спросили, а как она обвалилась, да ну как говорю, вот намокла, но все, потом высохла и все обвалилась. То есть грохот был ужасный. Ну сказали, надо шпаклевать, надо что-то какие-то там стяжки делать, какие-то сетки ставить. Сказали, 25-го числа начнутся какие-то работы здесь. И все-таки внутренняя отделка немного, но может подождать. Терпеть неудобства жители дома 37-го года постройки, к сожалению, привыкли. Главное, крыша над головой появилась. Рада уже этому. Но если бы Алексей Дюмин не мешался, то, конечно, они не поторопились бы. И крыша, наверное, так и текла бы. Ущерб, который сами же будут возмещать, подрядчики пока не подсчитали, но обязались все последствия устранить, а кому-то даже сделать подвесной потолок. Виновата, утверждают подрядчики, неквалифицированная бригада строителей. Устранять последствия приходится коллегам. И, конечно, самим жителям, которым этот капремонт обошелся дорого, ударив не только по кошельку, но и по нервной системе. Алина Фурсенко, Сергей Куренков, Олег Кулашов и Андрей Куничкин. Вести Тула. События недели.